Добрый вечер. Рад, что число слушателей в зале превышает число сидящих в президиуме к вечеру. Но вот если пока в продолжении предыдущего разговора, вот я, честно сказать, по пациентам, которые проходят через наше отделение, вот не вижу больших проблем в том, чтобы больные поздно обращались. Ведь на самом деле любой мужчина, когда он прощупает, что у него в яичке, а не обнаружить в яичке что-то размером уже дополнительно плотное 2-3 сантиметра, но это невозможно. И практически все они на самом деле обращаются быстро к врачам. Другое дело, что врачи, урологи общего профиля, к сожалению, каждый второй действительно трактует это как архит, эпидемид. Поэтому я вот не вижу какой-то огромной проблемы в информировании населения в том, что это действительно имеет большое значение. Да пусть даже он и не знает, что это рак может быть. Но он понимает, что уже что-то там есть, и в любом случае он пойдет к врачу. Другое дело, что герминогенная опухоль является очень хорошей моделью, раньше даже ВОЗ использовала для оценки качества онкологической службы. Ведь что в этой модели-то хорошо? Никакого скрининга ни у кого нет. Нет при этих опухолях скрининга. Нельзя списать, что в США живут так хорошо потому, что они на ранних стадиях выявляют, как там пряки толстой кишки, пряки молочной железы, ничего подобного. У них сам нашел, пошел к врачу, у нас сам нашел, пошел к врачу. Здесь нет каких-то очень дорогостоящих методов лечения, которые, опять же, можно было сказать, что в Европе, в США это очень... У них что-то есть, чего нет у нас. У нас практически есть все то же самое. Что у кого-то с исплатин, с афтопозином, с глиоцином, что ли, нет? У всех есть. Что, забрюшенную лимфоденкотомию кто-то не может сделать? Не могут, к сожалению. Но это, опять же, проблема не финансового обеспечения. А главная проблема, мне кажется, это просто срез нашего здравоохранения. Это плохая организация вообще медицинской службы. Это она во всем плохая. А в чем у нас хорошо в здравоохранении? Что у нас туберкулез хорошо лечит, что ли? Что-то у нас хорошо лечит. Что у нас сифилис хорошо лечит. Ну, вот все как плохо лечит, так оно и есть. И второе – это безграмотность врачей. Рак легкого, хорошо. И то в отдельно взятом отделении. Поэтому самая главная проблема, мне кажется, это безграмотность врачей. Потому что в любом заграничном, допустим, центре, ведь достаточно просто. Человек открывает тут же рекомендации стандартные какие-то. И по этим рекомендациям делает раз, два, три, четыре. У нас, ну, я не знаю, кто на постоянной основе открывает какие-нибудь рекомендации, там, Русска или Ассоциация онкологов. Ну, так, чтобы поступил больной с гермоногенной опухоли. Ну, кто вот читал? Кто читал рекомендации Русска по лечению гермоногенных опухолей? Ну, ладно, большинство читал. Хорошо. Да, но при этом почему-то все как БЭП делали режим с 30 миллиграммами блеоцина. Вот откуда это взялось? Где это написано? Такого режима вообще никогда не существовало. Так у нас 90% БЭПа в России делается с заниженной в три раза дозой блеоцина. Да, откуда это взялось? Совершенно непонятно. Ну, ладно. Мало того, что опухоли яичка, переходим к этому, они сами по себе редкие, да, всего в России, в России всего 1400 случаев в год наблюдается. Вот. А меня попросили рассказать еще о редких опухолях яичка. То есть редкая, редкая из редкого. Значит, если перейти к классификации злокачественных опухолей яичка, ну вот германоген на опухоли это 95% от всех опухолей яичка. Все остальное это 5%. То есть 5% от 1400 что-то 60 больных на всю Российскую Федерацию в год у нас получается. Значит, чаще всего это опухоль стромы полового тяжа, это опухоль из клеток сиртоли, лейдика, гранулеза клеточной опухоли. Бывают смешанные германоген на опухоли и опухоли стромы полового тяжа, это гонадобластома, крайне редкая опухоль. Ну и крайне редко, опять же, бывает аденкарцинома, мезотелиома. Ну и, собственно, это не относится даже к опухолям яичка или там лимфомы паратестикулярные и рабдомиосаркома. Вот по порядку. Самые частые из других опухолей яичка, это опухоли стромы полового тяжа. Обычно они даже и рассматриваются вместе, хотя клетки сиртоли и лейдика, они отвечают за разные вещи. Сиртоли за продукцию андрогенов, лейдика за продукцию эстрогенов. Средний возраст заболевших, он приблизительно такой же, как при германогенных опухолях, ну, может, чуть постарше. 35-40 лет, при германогенных 25-30 лет. Каких-то особенных симптомов не бывает. Единственное, могут быть симптомы, связанные с гиперпродукцией гормонов, в зависимости от того, какая это опухоль. Поэтому вот у детишек до наступления полового созревания могут быть какие-то симптомы. В частности, например, преждевременное половое созревание при продукции андрогенов. Проблема с этими опухолями, все-таки вот приходится достаточно часто консультировать. Чаще всего это первые стадии. Подавляющее большинство – это первые стадии заболеваний. Метастатических опухолей сиртоли и лейдика, наверное, можно по пальцам пересчитать. Вот одной руки в нашем отделении попытался нашу базу данных поднять, посмотреть. Ну вот метастатических, может быть, было всего 5-7 пациентов за все время. Это из, наверное, 2000 пролеченных всего больных с герминогенными опухолями. И когда ты получаешь морфологическое заключение, очень сложно понять, какой злокачественный потенциал этой опухоли. И приходится морфологов дополнительно указывать параметры, факторы риска. Какие факторы риска? Степень злокачественности, высокометатическая активность, которую грамотный патоморфолог, действительно должен быть грамотный патоморфолог, может оценить. В частности, очень полезно определять индекс пролиферации, такие 67 смотреть, насколько высоко пролиферативна опухоль. Далее, размер опухоли больше 5 сантиметров. Это из признаков таких клинических. Ну и возраст старше 60 лет. Это в одном из исследований тоже был как фактор негативного риска. Ну вот примеры двух, наверное, самых больших наблюдений по этим опухолям. Самые большие наблюдения – это вот 67 пациентов. Это штат Калифорния. С 88 по 2010 год 19 тысяч больных. Из них 67 больных всего лишь с сердцу или ледико-клеточными опухолями. То есть, если пересчитать… У нас, понятно, вообще никакой статистики нет по ним. Но если пересчитать 0,3% от наших, 1400, получается, что у нас на всю Россию в год 4 пациента бывает. Представляете, какой шанс у онкоуролога встретиться в жизни с этой опухолью. Практически как быть убитым метеоритом. И что получается? Получается, что вот из этих 67 подавляющее большинство – это первая стадия. Меньшинство – это вторая стадия поражения забрюшинных лимфоузлов или отдалённые метастазы. И опять же подавляющее большинство больных с первой стадии были вылечены одной рфуниколоктомией. Некоторым выполнялась ещё профилактическая забрюшинная лимфоденоктомия. Но мы видим, что эта опухоль, она достаточно коварная. Несмотря на то, что чаще всего она наблюдается в первой стадии, это медленно растущая опухоль. Но когда появляются метастазы, то прогноз больных падает катастрофически. Опухоль химиорезистентна. Химиотерапии лечить её, по сути дела, бесполезно. Можно пытаться, но если вы что-то не можете хирургически удалить из этих метастазов, то вы пациента никогда не вылечите с этой опухолью. Тут совершенно другая ситуация, чем при герминогенных опухолях. И мы видим, 95% двухлетняя общая выживаемость, они сообщили, при первой стадии. Она падает до 30% у больных со второй стадии. Это тем больным, которым ещё выполняли забрюшинную лимфоденоктомию. И при третьей стадии не был вылечен ни один пациент. Ну, тут их всего, видите, было 4. Поэтому наличие метастазов – это важнейший, конечно, негативный прогностический признак. Точно такое же количество больных сообщает крупнейший итальянский институт. В Милане большинство это из клеток лейдигоопухоли были. Примерно за тот же временной период. И мы видим то же самое, что подавляющее число больных, 96% больных, были в первой стадии. Притом половине из них была даже выполнена резекция яичка, нерфуникулоктомия. И суммарно рецидивы, наверное, не местные рецидивы, а включая отдалённое метастазирование, было у 8% больных. И один из них был вылечен забрюшиной лимфоденоктомией. При второй стадии исходно было трое пациентов. Все были вылечены исходно выполненной забрюшиной лимфоденоктомией. И опять же на всю группу больных, ну то есть фактически мы видим, что все это больные с первой стадии были, 5-летняя общая выживаемость составила 90%. То есть вроде достаточно благоприятная группа. Какой можно сформулировать алгоритм лечения для этих пациентов? Что при первой стадии с отсутствием факторов риска, мы о них говорили, да, это опухоль больше 5 см, степень злокачественности, при отсутствии высокометатической активности, сосудистой инвазии. То достаточно выполнения орфуникулоктомии, может быть резекция яичка. Если это делает опытный человек, и действительно по показаниям маленькая опухоль локализуется в каком-то полюсе, то, наверное, можно сделать. Но орфуникулоктомия, это будет достаточно у большинства пациентов. Если же есть какие-то факторы риска, говорящие о риске метастазирования. Если есть подозрительные данные по КТ. Это при герминогенных опухолях. Если есть подозрения на забрешенные лимфоузлы, мы можем спокойно понаблюдать. Но когда подрастут, тогда точно начнем химиотерапию, выживаемость пациента от этого не ухудшится. При этих опухолях это достаточно опасная тактика. Поэтому если у пациента первая стадия с факторами риска, либо есть подозрения по данным КТ на поражение забрешенных лимфоузлов, либо, тем более, если они уже имеются, это вторая стадия, то здесь орфуникулоктомия с выполнением забрешенной лимфоденоктомии. Которая, если в профилактическом варианте, это может быть односторонняя забрешенная лимфоденоктомия, как при первой стадии герминогенных опухолей делается, может быть, в апароскопическом варианте, если центр это выполняет. Никакого лекарственного лечения, еще раз повторяюсь, по сути дела для этих опухолей не существует. То есть можно, конечно, метастатического больного, мы лечили этих больных, добивались каких-то коротковременных ремиссий, но принципиально ни одному пациенту, на мой взгляд, существенную жизнь не продлили. Гранулезоклеточные опухоли – это крайне редкие случаи. В отличие от гранулезоклеточных опухолей яичников, мужчин, всего в литературе описано около 80 случаев. И лечится, ну, понятно, первая стадия лечится, орфуникулоктомия выполняется, это, в общем, стандартный объем вмешательства. Опять же, профилактического лечения, ну, собственно, если 80 случаев на весь мир, никто не знает, нужна ли какая-то профилактическая химиотерапия. Ну, если развиваются отдаленные метастазы, ну, я подозреваю, что лечение, наверное, должно быть так же, как по протоколам лечения гранулезоклеточных опухолей яичников. Ну, по сути дела, при лечении гранулезоклеточных опухолей яичников применяются те же самые программы химиотерапии, как и при герминогенах опухолей. Те же самые режимы БЭП, ТИП, всё то же самое. Гонадобластома яичка – тоже достаточно редкая опухоль. Она возникает, когда имеется сочетание и герминогенной опухоли, и опухоли стромополового тяжа при нарушениях формирования пола. Это когда у пациента вроде имеется часть материала Y-хромосомы, но возникает какая-то мутация, которая приводит к инактивации вот этого гена СОКС-9. В результате этого не происходит внутриутробно-нормального развития пола. И, кстати, к этому тоже синдром относится близко синдром нечувствительности к андрогенам. Это когда у пациентов часто бывает наличие сертоликлеточных аденом. То есть это не злокачественная опухоль, но которая, опять же, требует своего удаления. И эти опухоли, они должны лечиться, в принципе, по аналогии с герминогенными опухолями. Так как наиболее злокачественный потенциал представляет себе герминогенный элемент в этой опухоли, то, по сути дела, лечение по таким же протоколам. Вот среди наших пациентов, честно сказать, я даже не помню, было ли у кого-то смешанные такие опухоли гонадобластома и яичка. В отличие от гонадобластома у женщин. Вот это достаточно частая ситуация, когда герминогенные опухоли у яичников оказываются на фоне нарушенного кариотипа. То есть они по генотипу мужчины фенотипически выглядят как вполне полноценные женщины. У мужчин это достаточно редкая ситуация, и тоже, скорее всего, никто из вас это даже и не встретит в своей практике. Две самых неприятных опухоли – это мезотелиома влагалищной оболочке яичка и аденокарцинома. Тоже очень редкие опухоли. Мезотелиома понятно, откуда берется. По сути дела, влагалищная оболочка яичка – это продолжение брюшины, которая спущена в яичко. В литературе всего описано не более 300 случаев. Как правило, немолодой возраст, но нужно помнить, что 10% больных могут быть моложе 25 лет. И обычный первый симптом – это наличие водянки. Лечение – орфуникулоктомия. Некоторые авторы предлагают выполнение гемискротоктомии для этих пациентов. Роль адювантной химиотерапии, на мой взгляд, абсолютно сомнительна. Кто-то предлагает проведение лучевой терапии, но, наверное, при сомнениях в радикальности вмешательства. Опять же, некоторые авторы предлагают, что при врастании в яичко, когда уже есть врастание в яичко с наличием сосудистой инвазии, то тогда возникает риск метастазирования в забрюшинные лимфоузлы. И тогда можно, опять же, профилактически выполнять забрюшинную лимфоденктомию. Но, учитывая число случаев, возможно, что это тоже достаточно надуманная такая рекомендация. Опухоль с крайне плохим прогнозом. Пятилетняя общая выживаемость даже при формально первой стадии составляет около 50%. Аденокарцинома рететестис – это так называемое средостение яичка, там, где вот эти канальцы. Я, кстати, не знаю, рететестис, как правильно по-русски перевести? А? Сеть яичка. А, так и будет. Сеть яичка. Всего описано суммарно не более 100 случаев, хотя вот у нас было, наверное, несколько таких случаев, но действительно они очень плохо все закончились. Но к нам попадали уже метастатические пациенты. Длительная выживаемость примерно такая же, как при мезотелиоме, составляет около 40%. Тут выполнение орхофуникулоктомии. Если же уже развивается прогрессирование заболевания, то, ну, на мой взгляд, здесь должно быть лечение, собственно, по протоколам, которые применяются при аденокарциномах. Наверное, платиновая производная, второперимидинная, можно, с включением токсанов. Ну, это высокая злокачественная опухоль. Если есть отдаленные метастазы, то вылечить этого пациента, опять же, невозможно. Рабдомиосаркома и яичко, ну, они формально не относятся никак к яичку. Это паратестикулярные опухоли, но так как все равно развивается, ну, и клинически находится где-то рядом, то, на мой взгляд, вот это самая частая опухоль, с которыми приходится сталкиваться при поражении яичко, если не говорить о герминогенных опухолях. У нас все-таки вот достаточно часто встречаются эти больные. Они чаще всего, конечно, поражают детский возраст, рабдомиосаркома. Но встречаются и так называемых молодых взрослых. То есть, вот, например, в одном из исследований большом, американском, около 12% больных были старше 14 лет, но при этом все из них были моложе 30 лет. То есть, в той возрастной группе, которая попадает к взрослому онкоурологу, там, старше 16-17 лет, вполне есть шанс на то, что попадется и больной с рабдомиосаркома и яичко. Факторы прогноза. Ну, вообще, при рабдомиосаркомах большая проблема со стадированием, ну, вот, на мой взгляд, взрослого онколога. Если… Нет детских онкологов? Только что были, ушли. Да, есть. Ну, в общем, как обычно, у детских онкологов все запутано, конечно. Все запутано. Если вы попытаетесь понять классификацию и стадирование рабдомиосаркома, это можно свернуть голову, потому что она строится из следующего. Значит, по морфологии, да, бывает эмбриональная рабдомиосаркома, более благоприятный вариант, есть альвеолярная рабдомиосаркома. Значит, естественно, поражение лимфоузлов – это плохо, возраст старше 10 лет – это плохо, поэтому автоматически все больные с рабдомиосаркомами, ну, уже, так скажем, подростковыми, как минимум, они имеют похуже прогнозы. И, естественно, радикальность удаления первичной опухоли региональных лимфоузлов – тоже важный фактор. По поводу стадирования. Важный вопрос, практически, который до сих пор в мире не решен. Вот имеется пациент с рабдомиосаркомой яичка, ограниченной только яичком. Ему выполнили, естественно, орфуникулоктомию, поставили диагноз. По результатам обследования нету данных за отдаленное метастазирование. И вот стоит очень важный вопрос. Нужно его стадировать, выполнять ему профилактическую забрюшинную лимфоденоктомию или не нужно? Вопрос в этот в мире до сих пор не решен. Вообще известно, что риск микрометастазов в забрюшинной лимфоузлы составляет порядка 26%, то есть достаточно большая частота. Единственное, эти данные взяты с достаточно, опять же, старых исследований, когда качество компьютерной томографии все-таки было не то, которое уже в настоящее время. В США, например, у больных старше 10 лет рекомендуется выполнение односторонней забрюшинной лимфоденоктомии, как это делается при первой стадии гермоногенных опухолей яичка. В Европе чаще всего это не делается, и пациентов оставляют под наблюдением. Если говорить о стадировании, то есть понятие клинической стадии, есть понятие хирургической группы. Все это объединяется, и есть специальные таблицы, которые определяют группы риска. Низкая, промежуточная, высокая. Но если говорить применительно к рабдомиосаркому яичка, то выходит, что если есть рабдомиосаркома эмбриональная, то независимо от того, есть или отсутствуют забрюшины лимфоузлы, это получается, что группа низкого риска. И в принципе, если все правильно делать, то пятилетняя выживаемость будет больше 90%. Если же имеются отдаленные метастазы при радуомиосаркоме яичка, то это группа высокого риска, и там есть свои протоколы для лечения. И тогда пятилетняя выживаемость, конечно, падает и варьирует где-то, в зависимости от других факторов прогноза, 20-40%. Опять же, нет стандартов, в отличие от гермоногенных опухолей, нет стандартов по лечению. В разных странах используются разные подходы. Ну вот, значит, если говорить о поражении только яичка, да, вот выполнили забрюшинную лимфоденоктомию, выполнили оргфуникулоктомию пациенту, ну не знаю, кто-то выполнил профилактическую забрюшинную лимфоденоктомию, кто-то не выполнил, оставил больного под наблюдение, то получается, что пациенту нужно по разным программам от полугода до года лечить химиотерапией. Как минимум, это венкристин с дактиномицином еженедельно, еженедельный венкристин и дактиномицин каждые три недели. Либо, учитывая, что это возраст у пациентов больше 10 лет и больше прогнозических негативных признаков, то тогда может быть и с добавлением циклофосфана, тогда режим ВАК. Если же у пациента уже есть поражение забрюшинных лимфоузлов или есть отдаленные метастазы, то здесь, опять же, могут применяться разные подходы. То есть, или на первом этапе выполняется, допустим, если небольшие забрюшинные лимфоузлы удалили яичко, выполнили забрюшинную лимфоденоктомию, и после этого проводится лечение по схеме ВАК, опять же, до 48 недель, и где-то еще обсуждается вопрос о необходимости лучевой терапии на зону регионарных лимфоузлов. Либо, может быть, там другой вариант. Допустим, если у пациента нерезектабельные метастазы забрюшинные лимфоузлы или есть отдаленные метастазы, то можно начать с химиотерапии на первом этапе, потом выполняется хирургическое вмешательство, если это стало возможно. Если не стало до сих пор возможно выполнение, то тогда на фоне химиотерапии, только из ВАКа убирается дактиномицин на это время, можно провести лучевую терапию на зону поражения. Ну, в общем, достаточно сложный протокол. Я, например, вот, если ко мне придет больной с метастатическим иеробиосарком, я в жизни сам не возьмусь его консультировать. Например, я обращусь к нашим коллегам в детский институт, которые имеют, конечно, значительно больший опыт, измеряющийся, наверное, сотнями больных, по лечению этих пациентов. Поэтому, в общем, в заключении, что хочу сказать, что очень важна роль грамотного патоморфолога. Потому что с патоморфологией уже было сказано, что 30% в среднем ошибки, но это при герминогенных опухолях. При герминогенных, где можно просто, имея заключение, что опухоли яичка, несмотря на препарат, пальцем в небо ткнуть, сказать, что это семеном, и ты уже с 50% вероятностью попадешь в среднем, что это семеном или не семеном. А вот если у пациента опухоли яичка оказывается не герминогенная, вот по моим, по своему опыту приходят больные, чтобы правильно поставили диагноз исходно, это вообще встречается крайне редко. Потому что зачастую у нас начинают пересматривать препараты, исходно ставят семеному какую-нибудь, а при пересмотре это оказывается и рабдомиосаркома, это оказывается и как антисертоликлеточная опухоль. Поэтому очень важно, чтобы грамотный патоморфолог это пересмотрел. Орфуникулоктомия на первом этапе, низкая эффективность лекарственной терапии при большинстве опухолей, поэтому очень важна роль хирургического лечения. Это выполнение заброшенной лефоденоктомии прежде всего. Прирадомиосаркомия, учитывая, что она курабельна даже при отдаленных метастазах, тут необходимо проконсультироваться у специалистов по лечению, у тех, кто имеет больше опыт, то есть у детских онкологов. И, собственно, помнить об этом я не стал говорить, что самой частой причиной поражения, опухоли и поражения яичка у мужчин старше 50 лет – это лимфома. Очень часто морфологи ставят неправильный диагноз, начинают лечить по поводу семеному, очень легко перепутать с лимфомой, особенно цитологически, или гистолог неграмотный может поставить. Поэтому очень важно это помнить, что может быть лимфома, что опухоли яичка у пациента старше 50 лет, как правило, не бывает, и прежде всего надо исключать эту опухоль. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Александрович, за Ваши интересные сообщения. Какие вопросы были? Ну, в неганадные не герминогенные опухоли? Бывает. Бывает, бывает. Но это к теме… Да. Ну, это не реже. Это, наверное, все-таки как раз почаще встречается. Где-то суммарно в неганадные, но они процентов 8-9 составляют от этих. То есть, все-таки они чаще встречаются. Но эта проблема, она проблема больше, наверное, диагностического характера. Потому что, когда находит опухоли яичка, то тут, по крайней мере, у врача сразу включается диагностический поиск, в большинстве случаев, в правильную сторону. А когда имеется поражение из-за брюшинного пространства, то мало кто помнит, что самое первое… Если открыть любой иностранный гайдлайн, да, то самое первое, что нужно сделать – молодой возраст, поражение из-за брюшинных лимфоузлов, самое первое – взять маркер и исключить герминогенную опухоль. У нас зачастую это не делается. Поэтому здесь проблема-то, вот, наверное, в поздней диагностике, или когда опухоль минимальна в яичке, и она не обнаруживается, или сгорела, да, синдром сгорания опухоли, а имеются уже отдаленные метастазы. А с точки зрения лечения, ну, тут никаких особенностей, в принципе-то, нет. Ну, понятно, прогноз похуже при неганатных опухолях средостения, но… А? А зачем его трогать-то? Ну, в нем же нет ничего. Нет, нет. Удалять не надо яичка. В принципе, даже бывает ситуация, когда имеется опухоль, когда имеется маленькая опухоль яичка, начинают химиотерапию проводить, в тяжелом состоянии бывают больные, и потом даже эта яичка, и первичная опухоль уходит. Яичка тоже можно оставить, не удалять. Вопросы есть еще, как к Алексею Александровичу? Да, будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!